Мы поступили, я считаю, простите за нескромность, мудро. Мы выдержали и мы построили эту станцию. Что это дало? Мы начали развивать электрический транспорт. Это не только автомобили. Вот министр здесь присутствует, промышленность. Мы делаем автобусы, троллейбусы и прочее. Мы переходим на электричество. Дальше потребовало от правительства предложение. Пришли строители, говорят, а мы можем построить электрический дом, где потребление только электрическое. Подвел воду и электричество, все, больше ничего не надо. Не трубы под газ и так далее и тому подобное. И оказалось, мы поддерживаем немножко наших людей. Оказалось, это выгоднее, чем газ, который сегодня население покупает за половину стоимости. Оказывается, электричество еще дешевле. И так далее и тому подобное. Поэтому возникла такая шальная мысль пока у меня, но сейчас она уже овладевает и вами. Постройте вторую атомную станцию. А площадка, вторая площадка, это очень серьезное требование к площадкам, она восточнее Могилева. И я сегодня думаю, если мы будем строить атомную станцию, мы где эти реакторы разместим, еще желательно два. Или здесь новую станцию, или там развивать к двум реакторам еще два. Поставить два блока. Но пока думаем. Я все-таки склоняюсь к тому, что у нас на западе есть станция, должна она быть и на востоке. Люди очень довольны. Я же еще не принял решение. Мы просто думаем. Много вопросов с этим делом, но я хотел бы, если я не успею при своей политической жизни это сделать, ну хотя бы начать. А потом вы все равно куда деваться, все равно построите. Да и буду присматривать со стороны, может быть, а может быть успеем вместе с вами еще это сделать. Но это был серьезный шаг вперед. А вообще, мой вам такой, ну, народный, крестьянский совет. Если ваш, я уже где-то говорил, противник и враг говорит, что у нас плохо, считайте, что там у нас хорошо. Если они нас тащат туда, идите в обратную сторону. Мы уже за эти годы вместе с вами убедились. Нам что не подкидывали? И рынки, то и это. И платная медицина, к примеру, это счастье. Платное образование тоже счастье. А я вот сейчас, оглядываясь назад, подумал, знаешь, такое платное здравоохранение, образование. Думаю, если бы мы этим путем пошли, а еще землю на куски порезали, приватизировали предприятия промышленные, вас бы не было. Вы знаете, в чьих руках это бы оказалось. А потом они бы захотели власти. А потом бы началась драка. Это копия южных наших соседей. А потом началась война. Поэтому все надо делать спокойно, осознанно, обдуманно.